Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Елена Паненкова, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзором Призанской области. Здравствуйте, Елена Алексеевна! Настала пора заболеваний, ОРВИ, гриппа, всей вот этой неприятной ерунды. И, наверное, пора нам как-то подумать о том, чтобы привиться. Что вы можете сказать по этому поводу? Как у нас в регионе организовывается работа по массовой вакцинации населения и кто в первую очередь подпадает под эту категорию людей? Да, ну действительно. Сейчас идет сезонное заболевание, такие как остро-респираторные вирусные инфекции, грипп. И с сентября месяца действительно начинается у нас подъем, потому что это и школьники пошли в школу, и вузы начали свою работу. Ну и из-за того, что как бы сложились новые коллективы, да, с сентября мы всегда регистрируем вот сезонный подъем и ожидаем пик где-то примерно в январе-феврале. Поэтому за это время мы должны подготовиться к этому. Чем защитить себя можно? Да, вакцинация. На сегодня я хочу сказать, что Рязанский регион получил вакцину Гриппол-плюс, детская вакцина. Полностью эта прививка или вакцинация против гриппа, она входит в национальный календарь прививок. И подлежат дети, и декретированные взрослые. Детей мы должны по плану, то есть спланировали мы в том году, сколько у нас, 96500 подлежит детей вакцинации против гриппа. А всего 300 тысяч. Организована работа, вот сейчас мы вакцину получили, получили вакцину все лечебные учреждения. В лечебных учреждениях также планы составлены. И сейчас массово начинается вакцинация против гриппа. Детей будут прививать по такой схеме, то есть будут раздавать ее в детские, дошкольные учреждения, в школы. И территориальные поликлиники будут выходить либо бригадами, если это организованные коллективы, либо приглашать на себя, работать с родителями и прививать детей. Елена Алексеевна, вот новые штаммы гриппа, они все-таки подразумевают под собой более современные вакцины. Возможно ли вообще каким-то образом опередить болезнь? Ну, что я хочу сказать, что, конечно же, если сезон у нас начинается с сентября и заканчивается февралем, то мониторирование лабораторно-циркулирующих вирусов мы проводим ежегодно. То есть каждый год мы смотрим и еженедельно, так скажем. То есть у нас есть опорные базы при лечебных учреждениях, где мы обследуем людей и следим за циркуляцией вирусов гриппа. И не только в Рязанской области, это проводится по всей Российской Федерации. И все это обобщается, рекомендует нам потом, это обобщается по всему миру. И Всемирная организация здравоохранения рекомендует нам, ну, вирусологам, какие будут вирусы циркулировать, они прогнозируются, как правило, это всегда бывает, прогнозы бывают всегда оправданы. И на сегодня у нас в вакцине, инактивированной против гриппа, будет содержаться штамм вируса гриппа А, H1N1, который вот был эндемичный в 2009 году, это H2N3 и штамм гриппа B, и препарат полексидония, который поднимает иммунитет. То есть вот эти штаммы в этом году, они будут присутствовать. На сегодня они актуальны, и вакцина против гриппа, она корректируется ежегодно и прививаем мы ежегодно против гриппа. Елена Алексеевна, скажите, пожалуйста, кому вакцина, в принципе, может быть противопоказана и по каким причинам? Ну, во-первых, определяет, как бы вакцинацию проводят медики. Перед каждой прививкой обязательный осмотр врача. То есть врач смотрит, разрешена вакцинация, не разрешена, подлежит ребенок. Но, конечно, есть такие абсолютные противопоказания. Это, например, аллергия, сильнейшая аллергия на куриный белок, потому что культивируется как раз вакцина на курином белке. Второе – это лихорадящие состояния, когда высокая температура у ребенка. Ну и ряд противопоказаний там, это может только определить врач. Бывают там длительные метаотводы. А вообще, я хочу сказать, даже вот наоборот ослабленных детей, часто болеющих, пожилых людей, которые имеют хронические заболевания. Мы наоборот их вносим как раз в декретированные группы. Мы прививаем против гриппа, потому что чем больше у человека, например, у взрослого, пожилого человека хронических заболеваний, то, конечно, при заболевании гриппом они могут усугубляться, осложняться эти хронические заболевания. Поэтому определяет врач, врач пишет разрешение на прививку, вот, и проводится эта прививка, потом под наблюдением врача ребенок должен быть 30 минут, он его осматривает, следит за состоянием. Вот, поэтому, как бы, медики, они на чеку и определяют они. Но я вот хочу сказать, что таких вот абсолютных, я назвала это аллергией и лихорадящие состояния. Вот, тем не менее, вы советуете, да, вот, как профессионал, как человек, который знает, что это нужно, это необходимо. А многие родители, в свою очередь, пишут отказные в школах, мол, нельзя моему ребенку делать, он у меня очень слабенький, он мне это не перенесет, мне обязательно заболеет. Очень много, очень много причин. Вот, по вашему мнению, почему это происходит? Ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно, вот эта вот прививочная кампания вакцинации против гриппа, конечно, она в основном лежит на плечах медицинских работников. Потому что от того, как медицинский работник должен работать с родителями, конечно, убеждать, да, это санитарно-просветительная работа, это и наша работа, то есть в этой же сфере тоже я говорю. Поэтому многое очень зависит от медицинского работника, от того, насколько родитель доверяет врачу, вот, насколько врач грамотен, как он это преподносит. И, конечно, я хочу сказать, грипп, на сегодня грипп, это серьезное заболевание. Оно, это не, вот, как иногда есть такое выражение, сделали прививку против гриппа, а ребенок все равно заболел. Он заболел не гриппом, он может заболеть. У нас очень масса острых респираторных вирусных инфекций, да, аденовирусные, риновирусные инфекции, да, которые, может быть, как бы скрываться под гриппом. Но они менее опасны, они не дают осложнений, а вот как раз грипп, он опасен своими осложнениями. И у маленьких детей это осложнение и отиты, это ложный круп, это пневмонии, бактериальные и более тяжелые вирусные пневмонии. Поэтому как раз вакцинация, мы не говорим о том, что, да, мы говорим, что не заболеть можно после прививки. Но если даже и заболеет ребенок или даже любой человек, то не будет осложнений таких. То есть это пройдет более в легкой форме, даже если заболеет. Поэтому вакцинация на сегодня, она нужна. И еще хочу сказать, что с каждым годом у нас же все равно появляются какие-то новые штаммы гриппа. К сожалению, вот сейчас в Китае у нас новый вирус гриппа, который раньше, да он вообще как бы относится к группе гриппа птиц H7N9. Но есть случаи в Китайской Народной Республике, что были такие вот заражения от человека к человеку, от птиц к человеку, от человека к человеку. Почему мы как бы вот и говорим о том, что надо вакцинироваться? Потому что этот вирус и грипп, они могут мутировать, новые бывают. Бывают, за этим идет, вирусологические, как бы наши институты за этим следят, отслеживаются. Отслеживают и, ну, я думаю, что вакцинация, она делает свое дело. То есть у нас как бы на фоне вирусных инфекций, острых респираторных вирусных инфекций, грипп, показатели гриппа бывают не так высоки. Именно вот, чтобы там подтвердилось, что это именно грипп, вирус гриппа. То есть не так высоки. Поэтому, конечно, вот на доле просто мы смотрим, что идет заболеваемость. Но она, это не всегда бывает, вирус гриппа. Поэтому вирус гриппа дает гораздо меньшие цифры, чем острые респираторные вирусные инфекции сами по себе. Спасибо большое, Елена Алексеевна, что пришли к нам в студию. Я считаю, что мы с вами поговорили на полезную, а главное, на очень актуальную тему на сегодняшний день. Правильно? Правильно. Еще бы я хотела просто пожелать. Во-первых, надо обязательно сделать прививку себе и своему ребенку, вакцинация. Но это относится как бы к специфической профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Но не надо забывать ни о здоровом образе жизни. Надо, может быть, больше употреблять сейчас вот такой осенний-зимний период. Овощей, фруктов, витамин С побольше. Проветривать помещение, быть побольше на свежем воздухе. Поэтому здоровья всем желаю. И не болеть. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Спасибо еще раз, что посетили нашу студию. Ну а вы, дорогие телезрители, не болейте. Будьте здоровы. Скоро увидимся. Это была программа «Семь минут». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова